Вы на моем канале, я Дарья Светоч, специалист превентивной медицины, нутрогенетики, автор книги «История одной анемии». Я не занимаюсь лечением, я не врач. Превентивная медицина – это официальное название направления, которое превентирует, то есть профилактирует заболевания через качественное изменение образа жизни, через качественную работу с инструментами биологически активных добавок, питания, режима и так далее. И это раздел медицины, официально сейчас у нас в РФ, которые не воздействуют, то есть мы не работаем с лекарственными препаратами, мы не работаем с заболеваниями, как снятие симптомов, мы со всем этим работаем безопасными методами через коррекцию и устранение первопричин ваших проблем. И зачастую 90% от этого – это образ жизни, но остальные действия – это кинетика. Вот чем я занимаюсь официально, с госдипломами и так далее, с допусками. На этом канале я рассматриваю профессиональную линейку БАДов. У меня уже вышло достаточно много видео, вы можете их посмотреть, это очень интересно для того, чтобы вы в них сами разбирались. То есть обычный человек это может купить, но не все БАДы не совсем сочетаются, и не все БАДы можно пить просто так, потому что вам вздумалось. И вообще я против этого, чтобы вы без каких-либо знаний дополнительных просто взяли, там ваша подружка на лавочке сказала и начали пропивать, тем более от непроверенного поставщика. Анагран – это новая профлинейка, это не сетевое. Здесь работают только интегративные врачи и специалисты с госдипломами. То есть мы работаем не просто как распространителей, такого нет. У нас свои научные конференции, мы участвуем в разработке этих составов, понимая нужды наших клиентов и наших подопечных, нужды вообще в принципе общества, да, с учетом вопросов биохимического загрязнения и далее. То есть это очень глубокая тема. У меня есть онлайн-вселенная превенции, где я про все про это рассказываю. Это очень такой профессиональный уровень, где я работаю и так далее. У меня очень классные результаты. Про все про это вы можете узнать по ссылкам ниже, где это все купить, где это все достать и так далее. Эти видео я снимаю, потому что я сама была на производстве. Это старейшее производство в РФ, оно занимается бизнесом B2B, производит 80% фарма и БАДов каких-то отдельных на аутсорсе. Но вот эта линейка – это собственное производство, не просто производство. Там есть огромная биотехническая лаборатория, называется Биотех, с людьми, которые всю жизнь занимаются химией, биологией и всю жизнь сотрудничают с научно-исследовательскими университетами. НИИ – это все находится в Томске. Как вы знаете, там более 15, по-моему, университетов и НИИ на один небольшой город. Там, по-моему, 400 тысяч населения. Уникальнейшие люди, умнейшие мне аж мурашки. И производство – это просто невероятно по своим масштабам. Сейчас еще больше расширяется, еще все больше нового оборудования и так далее. И что там интересного, есть собственные разработки, патенты, которых нет вообще нигде в мире. Это как метабиотики все 18 штаммов, консорциумы, которые сами собирали научные люди, технологи и так далее. Это изобретение вообще полностью в мире такого нет. Выращивание мицелия выше грибов, типа ежовика, вешенок и так далее, для нужд именно биологической вот этой вот индустрии. Да, индустрии БАД в биореакторе выращивают. И каждый гриб с паспортом штамма абсолютно чистый от всех примесей. И также есть избирательная сорбция. Это тоже абсолютная вообще инновация, разработка, новинка. Есть сейчас избирательные сорбенты мочевой кислоты, есть избирательный сорбент кетоновых тел. Будет плохих эстрогенов и гистамина. Первый, мочевая кислота, она уже есть, вы можете купить. Это для людей с подагрой, для людей вообще просто с повышением мочевой кислоты. То есть это не решает первую причину того, почему она повысилась. С почечной недостаточностью людям очень важно. Но это очень эффективно. За несколько курсов просто выводит мочевую кислоту абсолютно инертно ко всем остальным органам, системам, клеткам нашего организма. Это уникальная история. Кетоновые тела выводят. И, конечно же, плохие эстрогены. Это уменьшение рака молочных желез, уменьшение рака по-женски. То есть это, ребят, это намного круче, чем фармпрепараты. Это намного более наукоемко. Это требует намного большего вникания. Особенно, когда мы говорим про уникальные формы липосамирования, билетных технологий, заключения консорциумов пробиотиков, определенных микрокапсул и так далее. То есть это прям наука-наука, прям чистейшая. Если вы из тех людей, которые не доверяют БАДам, ну, мне вас очень жаль. Ну, с одной стороны, с другой, не очень, может быть, потому что вы сейчас это увидите, такие, ну, нифига себе, что есть. Потому что я была, конечно же, в шоке, что вообще у нас производят и так далее. Купить за пределами РФ это нельзя. Но у меня есть канал, где девочка там может вам приобрести, выслать и так далее. Это абсолютно безопасно. Вот. Но, опять же, не везде. В Беларусь, по-моему, точно можно. Пока расширяется это производство, и неизвестно, сколько это займет времени. И, конечно же, вот сарбент гистамина не договорила. Он тоже скоро будет. Может быть, к зимен пока сейчас проходят клинические испытания. Это аллергикам вместо всех гормональных препаратов, вместо препаратов, таблеток, которые гасят просто гистамин, да, ну, чтобы он не выделялся, воздействуя на наш организм. Сарбент гистамина, он просто попадает в ваш организм, сорбирует весь свободный гистамин, и вы не испытываете аллергические эффекты. Абсолютно без побочек. Вообще. Побочек нет никаких. Есть везде сертификации и клинические исследования. Это не то, чтобы я так это сказала. Это все доказано. Вот. Так что смотрите другие мои видео. Там я рассказываю базовые БАДы, которые вы можете вообще просто взять и пить. И там с нюансами, без нюансов и так далее, да. Для детей, для взрослых очень много видео уже. Для восстановления желудочно-кишечного тракта. Сейчас я перехожу на область рассмотрения таких вот уникальных комплексов, геодобавок. И начала я, по-моему, с акульевого жира, который как раз-таки онкопротектор и показан при химио-лучевой терапии. Я сегодня хочу рассмотреть, ну сейчас вот в этом видео, мой любимчик антиоксидантные формулы. Это, по-моему, даже первое, что я попробовала. Потому что, как вы знаете, антиоксиданты в нашем рационе не так-то и легко достать. А особенно это было зимой. И свежие ягоды, да, где очень много антиоксидантов. Какая-то вот эта вот история про такой прям сбалансированный, классный такой вот фитонутриентно богатый разноцветный рацион. Ну, достаточно тяжело, ну и по деньгам, да, и по вообще как бы фокусу внимания. Ну и зимой-то как бы особенно не хочется, хочется каких-то бульонов, такой вот такой теплой, такой вот комфортной еды. Вот, поэтому антиоксиданты – это must-have. Это то, что позволяет нашему организму замедлить старение. Потому что, конечно же, именно свободный радикал, именно окислительный стресс, да, то есть свободный кислород, он разрушает наши клетки, разрушает там наши внутренние мембраны клеток. И это один из факторов действительно очень быстрого старения. Окислительный стресс можно получить вообще любым методом. Можно просто стрессануть, можно где-то надышаться в выхлопах, можно жрать непонятно что, можно спать непонятно как, можно травануться какой-то краской, можно заболеть. И неважно, что вы делаете, можно на солнце перегореть, у вас тоже образуются свободные радикалы в организме. Вот, поэтому. А, и ещё очень интересно, потому что, если у вас анемия, проблемы с щитовидкой или ещё с чем-то, вот у вас идёт процесс гипоксии, то есть кислородного голодания, да, и как раз-таки, ну, вот это тоже можно корректировать через некоторые антиоксидантные комплексы, не в смысле самого проявления, да, как бы вот этой симптоматики, там, ферритин вы себе не поднимете, а именно самочувствие, чтобы всё-таки у вас организм немножко отвлёкся, немножко приобрёл энергии определённой, да, потому что антиоксидантный комплекс, он предполагает то, что вы получаете энергию. Итак, что здесь? Здесь комплекс абсолютно уникальнейший. Я в этом видео рассмотрю два комплекса. Ну, вот этот мой любимый. Здесь антиоксидантный полного спектра. Вот что значит полный спектр? Не просто какая-то писюшка антиоксидантная, там, витаминчик А, С и Е, да, вот они вместе, там, дают антиоксидацию. Здесь полный спектр. Здесь коэнзим Q10, который митохондрий нам позволяет держать в бодрости, да, который, ну, это прям уникальная история, который для сердца, для сосудов является таким протектором. Альфа-липоевая, глутатион, что самое интересное, глутатион, чистый глутатион. У фирмы есть липосомальный глутатион. Здесь он, конечно же, его чуть-чуть, здесь немножко, но, друзья, это огромная-огромная история, классная для тех, у кого первый жейпер, ну, если вы не знаете, что такое и не надо, и для тех, у кого проблемы с печенью, с желчным и вообще вот с вопросами интоксикации. У вас часто, например, болит голова, у вас часто болит что-то, вы едите непонятно как, вы спите непонятно как. Глютатион – это самая главная фаза, то есть глутатион участвует в самой главной обширной фазе детокса в печени. Если нам его не достает, а производится он из аминокислот, которые мы должны получать из еды, хорошо переваривать и так далее, и так далее, и так далее, если нам этого не достает, у нас печень очень сильно страдает. Также здесь есть фитомелатонин и экстракт чаги. Ну, это тоже вообще уникальные вещества. Я сейчас посмотрю, где-то вообще подсчитать про это, потому что здесь все, мне кажется, очень такое интересное. И еще здесь не указано, но здесь есть супероксидисмутаза. Это, ну вообще, мне кажется, слово уникальное, это будет прям… Это очень классный ингредиент, который просто отдельно я никогда не видела. Я только в институте училась, что супероксидисмутаза – это то, что позволяет нашим клеткам вообще не стареть. Пролонгированное действие. Что здесь? Коррекция митохондрий, то есть наших внутренних органелл в каждой клеточке, метаболических процессов всего организма, активация процесса аутофагии – это когда ваш иммунитет и внутренний, вообще вот внутренняя, да, вот эта вот история, находит больные клетки, разрушает их и выводит. И это очень важно в онкопротекции, потому что онкологические клетки образуются у нас каждый божий день. Если ваш иммунитет плохо работает, либо вот этот процесс аутофагии замедлен, а он замедлен в основном у людей, которые очень серьезно подходят к вопросу спорта и наращивания мышечной массы, у них прям аутофагия, она у них там обрубается. У людей, у которых очень много стресса, они очень сильно кортизолят, и либо у людей, у которых лишний вес, вот у них можно сказать, что прям на 100% метаболизм и аутофагия нарушены, то есть выведение плохих клеток нарушено. И, конечно, внутриклеточное обновление. Одна капсула в день, на ночь. Ну я пью прям на ночь. Ну кто-то здесь писал в нашем общем, там у нас с врачами есть общий чат, с специалистами, не только с врачами, что вот как-то что-то днем. Ну я один раз выпила просто в обед, и меня рубило в сон весь оставшийся день. Не надо так делать, пейте на ночь. Итак, действие направлено на основополагающие биохимические процессы, протекающие во всех клетках абсолютно любого человека, в особенности во время сна. Потому что во время сна у нас как бы и включается процесс аутофагии, обновления, деления и так далее. Антиоксиданты здесь различных групп. То есть каэнзим Q10 – это антиоксидант. Глутатион – это тоже в свою очередь. И супердиоксидис мутаза – это тоже антиоксидант. Но они разной направленности, разных биохимических направленностей. Защищая теломерные участки хромосом, что это такое? У нас, не знаю, какой у вас уровень вообще, как вот кто меня смотрит, напишите, какой у вас уровень понимания. Но если вы увлекаетесь превенцией и вообще наукой, вы понимаете, что не так давно, да, ну относительно не так давно, было открыто то, что мы как бы стареем и умираем, потому что при каждом делении, грубо говоря, у нас у ДНК, у клеточки есть хвостик без информации. И он называется теломер. И при каждом делении количество этих теломер сокращается. И когда оно сократится в ноль, клетки начинают делиться неправильно, и мы, ну, всё, как бы у нас появляются, как знаете, в программном коде огромные какие-то системные поломки. Мы заболеваем, умираем. Ну или онкология включается, или ещё что-то. Так вот, здесь есть как раз-таки это супероксидисмутаза. То, что это делает. Поэтому я говорю, это уникальная история. Здесь есть такое вещество, которое, так скажем, защищает теломерные участки хромосом. Это не значит, что вам поставили щит, как в Marvel, да, или в Marvel, и всё. Она вообще никуда не делась, теломера, и вы бессмертны. Нет, друзья, конечно же, образ жизни очень сильно влияет, генетика очень сильно влияет, сопутствующие заболевания, которые у вас уже есть, тоже влияют. Но какой-то фактор защиты уже включается. Это лучше, чем ничего. Не важно, в какой точке, а вы находитесь. Если вы делаете всё, вот как я во Вселенной говорю, вы развиваетесь в области своего благополучия, вы здоровее и здоровее с каждым годом, то это, ну, прям супер вообще бонус. Если нет, то это хоть какой-то бонус защитить ваши теломеры. Вот. Активизирует собственную ферментативную антиоксидантную систему организма. То есть не только добавили, но ещё и своё активировали. Какие-то запасы у вас должны быть, у кого, у какие. Мне очень нравится. Я, когда принимаю этот комплекс, я принимаю его курсами, я просто, ну, я и так хорошо сплю, конечно же, но у меня время сна сокращается. Уже с 8, там я не 8 часов сплю, уже меньше. Причём я высыпаюсь офигенно. Я чувствую больший заряд энергии, чем обычно. То есть я и так энергичная, а тут я прям чувствую, что мне намного лучше, намного класснее. И, ну, никаких анализов особо нет, чтобы измерить ваши теломеры, понимаете, да, и чтобы всё это как бы... Это всё зиждется на каких-то научных исследованиях определённых веществ. То есть вот, например, Q10 вот это делает, супердиоксидантин вот это делает и так далее. И вот это собрали в одном комплексе, чтобы это синергизировало, по-разному освобождалось и так далее. И это как бы невозможно как-то замерить у какой-то, не знаю, группы населения, типа там в миллион людей, да, и вот точно сказать, на какую степень. Опять же, все люди разные. То есть это всё, ну, как бы на научных исследованиях зиждется. Все эти вот изобретения. Не все БАДы, конечно же, не все, потому что у Омега-3, понятно, там уже контролируемых исследований тысячи были. Но вот такие сложные компоненты, это, конечно, да. Итак, как я уже сказала, здесь нет никаких вообще добавок. Все капсулы, твёрдые, жидкие, неважно какие, там, ну, гелевые, это всё говяжий желатин. Всё, точка. Здесь нет никаких спец, как бы, добавок в капсулах и так далее. Это тоже производство собственного. Завод вообще, ну, это, ещё раз скажу, огромное производство, они производят всё. И в том числе вот у них патент на производство своих собственных желатиновых твёрдых, ну, то есть твёрдых желатиновых капсул. Итак, оптимальная лазировка, регулярное употребление этого продукта может способствовать щитиклеток органелл, генетического аппарата от повреждений. Молодость, жизнеспособность организма в целом. Экстракты, тра-та-та, противопоказания. Давайте посмотрим. Беременность, кормление грудью. Ну, и, понятно, детский возраст я бы тоже не рекомендовала, честно скажу, потому что, ну, тут должны, тут вы должны разбираться. То есть вот просто кому-то рекомендовать ребёнку – нет. Подростку – окей, возможно. То есть там лет уже с 15-17, а у девочек ещё того раньше, когда менархия наступила, сейчас она очень рано, да, с полового созревания, уже можно говорить о том, что да, да, можно поддержать организм, ну, антиоксидантную систему, потому что там и гормоны, и там целый бурный вот этот вот поток, и проблемы с иммунитетом, и жжут они непонятно что, и спят они непонятно как, и нагрузки у подростков сейчас такие, что не каждый взрослый выдержит. Вот, поэтому да, но детям нет. Детям я бы не давала по одной капсуле вечером во время еды или перед сном. Я пью прямо перед сном. Один месяц. Затем перерыв хотя бы две недели. Дальше на состав смотрим. Те, кто меня вот очень любят спрашивать, девочки, как сочетать. Вот смотрите, что здесь есть. Здесь есть витамин А в стопроцентном соотношении, да, здесь есть витамин Е тоже 100% от расчетной суточной потребности. Также у нас эти проценты есть в мультивитаминах. Также у нас, ну, там, по-моему, каротиноид, там, по-моему, каротин, витамина, это можно сочетать. То есть если вы видите, что ретинола, ацетата у вас 100%, я, например, могу принимать до 1000% в сутки коротким курсом, потому что у меня генетическая поломка усвоения витамина А. Я не усваиваю каротиноиды и ретинол, я усваиваю только ретинол. Для меня это окей. Если вы беременны, если вы кормите грудью, конечно, ну, вообще тут мы про это не говорим. Если вы готовитесь к беременности, передозировать витамин А, если вы совместили даже, вот, например, 3 суточных дозы, например, в коллагенево суточная доза, в антиоксидантах суточная доза, в каком-то еще, например, там, комплексном препарате в суточной дозе витамина А, именно ретинола, беспокоиться не о чем. То есть 300% от расчетной суточной потребности, это, по-моему, чтобы я не ошибалась, там, 50% от адекватного уровня потребления. Вот так вот. То есть это, ничего в этом страшного нет. Но, опять же, это коротким курсом. То есть прям реально коротким курсом. То есть тут не будет никакой передозировки, что витамина Е, что витамина А, а не антиоксиданты, они еще там совмещаются. У нас очень большие расходы по этим веществам, особенно по витамину А, потому что мы постоянно смотрим в экраны, да, и вот этот вот зрительный аппарат весь вообще, вот он очень сильно как раз-таки расходует это все дело. Также вот селен здесь 100%, это тоже вообще можно не переживать, это вообще водорастворимая история, да, если витамина, витамин Е – это жир растворимая, селен – это водорастворимая история. Все остальное, как вы видите, у глутатиона вообще нет никаких расчетных суточных потребностей, так же, как у экстракта грибучаги. Аскорбинка, она здесь именно, то есть это не восполнять ваш витамин С, это именно вот эта антиоксидантная защита, витаминная, она всем известна, А, С, Е. Витамины А, С, Е в синергии дают антиоксидантную защиту от свободных радикалов, от окислительного стресса. Именно здесь, то есть одна направленность – это вот это, дегидрокверцетин – это вот это, экстракт полов винограда – это там для сосудиков, да, селексен, супердиоксид тесмутаза – вот тоже, пожалуйста. То есть это все разная направленность. Я рекомендую коротким курсам, все это можно сочетать с базой, то есть не стоит беспокоиться, что даже если вы пьете еще отдельно витамин С, то все, какой кошмар, вы передозировались, и что-то будет плохое. Нет, друзья, короткими курсами, особенно месяц, передозировки, они вообще не… Ну, я не знаю, сколько вам надо выпить. Вам надо выпить, типа, тысячу процентов, не процентов, это вам надо выпить там 10, ну, короче, 10х там доз чего-то, чтобы у вас была передозировка какими-то, особенно водорастворимыми витаминами, которые вообще каждый день выводятся. А жирорастворимый мы еще неизвестно, усваиваем или нет, это зависит от вашего желчного. Поэтому единственное, что вы можете беспокоиться, что у вас просто все на унитаз выйдет. Особенность – это короткий курс. Если вы собираетесь в течение года принимать по 10 тысяч МЕ витамина Д3 каждый божий день, то от этого и умереть можно. То есть, понимаете, да? Такого делать нельзя. То есть у нас короткий, например, эндокринологический учебник нам говорит о том, что можно даже разово 50 тысяч МЕ витамина Д3 дать, я против вообще таких доз, но вот в учебнике такое есть. То никакой учебник не скажет, что 50 тысяч МЕ витамина Д3 надо принимать в месяц. Такого не бывает. То есть, просто услышьте меня, да? То есть тут как бы просто здравый смысл. Если вы видите 100%, это значит, что вы каждый день обязаны, если вы здоровы, принимать такое количество вещества по рекомендациям РАН. Ну, мало кто из нас здоров, мало кто из нас не в дефицитах, потому что если у вас есть дефицит, эта дозировка может увеличиться до 10 раз, как минимум. Я думаю, тут понятно, да? То есть, еще раз, передозировок очень сложно представить, особенно когда дозы такие спокойные. Так, альфа-липоевый антиоксидант, кюнзин. Давайте про супердиоксидмутазу почитаем. Вот смотрите, читать полностью. Нажимаем, так вот вам вылезает. Суперксидмутаза. Ключевой фермент, я ее называю супероксид... Не супероксид... Все правильно я называю, супердиоксидмутаза. Ключевой фермент в ряду белковых антиоксидантов, осуществляющих защитную функцию макроорганизма от повреждающего действия свободных радикалов, присутствует во всех клетках, потребляющих кислород, и участвует в поддержании баланса концентрации супероксидных радикалов для нормального функционирования клеток в кислородной среде. Ну, тут вот про витамины А, С, Е, да, в компонентах красоты. Селена – это вообще онкопротектор, кстати говоря, очень интересно, да, и на щитовидку будет влиять. Геропротектор. От старости, когда мы видим геропротектор, это значит еще и онкопротектор. Влияет на фертильность, детоксикационные свойства, связывается с тяжелыми металлами, состояние кожи волос. То есть, ну, в общем, такой богатенький составчик. Я рекомендую, если вы имеете особенно проблемы со сном, не можете уснуть, то вот это прям пожалуйста. Также, что здесь? Ну, красота кожи, волос, ногтей, понятно, так вписали, не могу сказать, чтобы прям вот оно вот как-то сильно влияло, а вот именно антиоксидантная защита, самочувствие, ПМС, применопаузы, связанные с ними расстройство сна, вот особенно если у вас климакс, да, предклимакс и так далее, помогает. Это уже есть опыт даже у меня, у моих там девочек. Повышенные физические, эмоциональные расстройства, стресс, ну, в общем, короче, для всего, для чего нужна антиоксидант. В общем, мне кажется, в нашем мире она нужна просто на постоянной основе, просто, ну, не все можно принимать на постоянной основе. Также это Альцгеймер-Паркинсон, безусловно, углеводный жировой обмен, ну, и там, как раз так уже волос, ногтей. Вот. Также впервые роль антиоксидантов была установлена не так давно, в 90-х годах, поэтому так же действительно не факт, что вы об этом слышали, да, вот, ну, и вот тогда же были исследованы свободные радикалы, появились какие-то течения очень жесткие, типа, диета от свободных радикалов, то есть все вообще как с ума посходили, но на самом деле, безусловно, свободные радикалы образуются всегда, и они будут образовываться всегда, и наша цель своим образом жизни повлияет на то, чтобы они образовывались как можно меньше, и иногда это все поддерживать. В принципе, все, что я хотела сказать, про заказ давно не говорила, если вы заказываете по, ну, вот, по ссылке, которая снизу, да, регистрируетесь, это разовая регистрация, то у вас на счету будут копиться 20% от суммы покупок всегда, их потом через 5 дней можно тратить вообще абсолютно спокойно, то есть выходит еще все дешевле. Здесь больше, чем на месяц капсулок, и всего надо по одной, то есть действительно такой интересный, мощный и недорогой комплекс, который мне очень нравится. Но давайте, то есть его на ночь, особенно если у вас есть нарушение сна, вот вот, это он. Ну, давайте сейчас перейдем и посмотрим новый комплекс АЦЕ просто, да, вот он, по-моему, да, вот он. Здесь что? Здесь, смотрите, как бы вроде все то же самое, да, тут Е, Д, КЮ-10, витамин С, там ретинол опять, мягкая желатиновая капсула, там была твердая такая большая, да, вот, и здесь по факту я не могу сказать, да, ну, здесь просто, вот понимаете, он дешевле. Вот единственное, как бы его, может быть, конкурентное преимущество для кого-то, то, что он здесь работает также по принципу, то есть здесь КЮ-10, АЦЕ будет снижать кислительный стресс, да, он не воздействует, конечно, никаким образом на теломеры, он не воздействует никаким образом на сон, на ДНК и так далее. То есть здесь нет вот этих вот богатых, крутых, классных компонентов, типа как вот глютатиона, да, там еще чего-то, но он действительно будет работать с кислительным стрессом. Что здесь? Здесь небогатый состав, здесь масло зародыша пшеницы, витамин С, А, ну, вот он, видите, в разных там, С, А, Е, опять же, Д, Альфа, да, и КНЗ, все. Здесь больше ничего нет, противопоказания также беременности. Вы прям видите, да, что я не очень довольна, но, однако, что здесь происходит? Во-первых, его можно давать детям в любое время дня. То есть какие преимущества? Детям в любое время дня. Он очень хорошо работает при стрессе, болезнях, травмах, операциях, интоксикациях, там, вот этого всего. Это два. В-третьих, он дешевле. То есть здесь у нас, смотрите, одна капсула во время еды, капсул 60, да, и стоит также 990. То есть просто дешевле. Он не круче, он не богаче по составу. Да, его можно использовать в, например, в моментах, когда вы там где-то загораете, когда вы там что-то там себе сломали, переломали, стресс какой-то схватили, что-то еще, что-то еще не на ночь, да, вот как бы. Но в таких моментах, мне кажется, что лучше использовать не антиоксиданты, если мы говорим про стресс, тресторные ситуации, а стресс-контрол. Я про него потом расскажу. Но вы можете почитать здесь прям комплекс, который снижает кортизол в моменте. Он рассасывается, снижает кортизол и помогает преодолеть стресс. Поэтому вот каких-то прям супер-классных выгод от этого комплекса я не вижу, честно. То есть для меня это как бы, ну да, он имеет место быть, да, он дешевле. Ну и все, пожалуй. То есть, в принципе, здесь такие же как бы вроде как рекомендации, да, там сахарный диабет, раскалероз там. Но это опять же предупреждение. Окисительный стресс он влияет абсолютно на все хронические заболевания, поэтому тут тоже как бы написали, ну, может быть, для того, чтобы кто-то просто прочитал, купил. По мне, просто дешевле, но состав не богаче. Моя любовь, это все, антиоксидантный комплекс. Просто, ну вот какая вот прелесть. Вот смотрите, какая таблеточка небольшая. И спишь с него классно, и ДНК свою репарируешь, и все на свете. Вот, на этом, пожалуй, все про антиоксидантные такие направленного действия комплексы, потому что, конечно же, например, троечка А, С, Е, витаминочка, да, она даже у нас есть и в мультикомплексе, и там тоже будет, конечно же, более-менее такое, может, ну не таргетное, но направленное действие на антиоксидантную активность. Ну, Q10 там только нет. А Q10 можно отдельно взять, здесь есть Q10 отдельно. Поэтому тут как бы выбор ваш, просто дешевле. То есть, это действительно будет такой выгодный вариант, если брать вот чисто вот это вот. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Я очень прошу вашей поддержки, потому что, когда я снимаю длинные видео, для того, чтобы вам было проще найти и смотреть все одновременно, конечно же, алгоритмы меня не продвигают, и это не очень правильно. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание.